МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. От ТОСов мы получаем информацию, что хотят люди. Лучшие общественные практики. Председатели ТОС оценили наработки коллег из Виноградного и Благовещенского сельских округов. Мы рады, что имеем такую возможность круглый год пройтись, оздоровиться. День здоровья. В Анапе стартовала всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». В парке военной техники продолжаются работы по благоустройству. Специалисты Ремстроя готовят основание еще пяти площадок под будущие экспонаты. На месте побывал глава города Юрий Поляков, поставивший перед службами ряд задач. Первая из них – обновить расположенный рядом со сквером памятник летчику Виктору Бороздину. Необходимо покрасить мемориал, заменить старую просевшую тротуарную плитку. Также службам предстоит привести в порядок въездную группу. Парк военной техники мы не заканчиваем, мы продолжаем его развивать. Мы обратили внимание, что даже те образцы, которые есть, они сегодня интересны. Нам до 9 мая нужно доделать Ми-8 вертолет. Сейчас мы ждем ротор, а винты, чтобы это все установить. У нас один уже вертолет пришел К-27, то есть мы должны успеть еще его опоставить. У нас на подходе танк Т-80, Т-34, но там вопрос демилитаризации, как я сказал, занимает время. И тем не менее мы планируем вот эту всю часть так и оставить парком военной техники. Полностью работы по установке всех экспонатов планируется завершить до 26 сентября. Новая часть сквера, которой расширяют направление улицы Кольцевой, будет благоустроена и освещена. Кроме того, бригада Ремстроя продолжает обустраивать прогулочную зону длиной 2400 метров от сквера военной техники до реки Анапка. Уложить предстоит порядка 5000 квадратных метров плитки. Объем работ достаточно большой, сейчас идет подготовка к укладке тротуара. До начала сезона специалисты планируют сделать участок пешеходной зоны до отеля «Довиль» и продолжить работу в течение лета. На следующей неделе в Анапе пройдут командно-штабные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров. Будут отработаны вопросы взаимодействия, слаженности действий органов управления, сил и средств при совместном выполнении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также будет выполнен комплекс превентивных практических мероприятий и работ, направленных на предупреждение и снижение возможного ущерба от сезонных чрезвычайных ситуаций с учетом местных особенностей. Координаторы органов ТОС продолжают цикл выездных семинаров по обмену опытом. Это уже седьмая поездка. На этот раз общественники посетили Виноградный и Благовещенский сельские округа. Подробности у нашего корреспондента. Сергей Ведехин – руководитель 86-го органа территориального общественного самоуправления. В должность вступил недавно, но уже успел заявить о себе. У него есть множество идей, как благоустроить Виноградный сельский округ. Несколько лет назад жители поселка Суворов-Черкесский выступили с инициативой разбить в округе небольшой мемориальный комплекс. При поддержке ТОСовцев и предпринимателей был установлен памятник Александру Васильевичу Суворову. Но этого селянам оказалось мало. Собственными силами они продолжили модернизацию мемориала. Сейчас это уже целый парк с клумбами, лавочками и урнами. По инициативе Сергея Ведехина была организована высадка зеленых насаждений. Причем каждое дерево – именное и закреплено за отдельным жителем. Кроме этого, сейчас идет подготовка к строительству тротуара, который пройдет через зеленую зону. Такое благоустройство территории стало возможным только благодаря сотрудничеству общественников и местных жителей. Население очень активное. Мы, можно сказать, что большая семья. Работаем, выходим дружно на субботники. У нас на субботники выходят несколько десятков человек. И помимо работы, которая выполняется здесь, покопать деревья, побелить деревья, покосить газоны, у нас здесь еще люди идут не просто работать. Мы организуем для них такое приятное времяпрепровождение. Они общаются здесь, встречаются друг с другом. У нас всегда традиционный самовар с чаем. Следующей точкой маршрута у городских активистов стал Благовещенский сельский округ. Этот небольшой курортный поселок с численностью населения чуть более трех тысяч человек. Здесь координатор органов ТОС Зульфия Жукова. На руководящей должности работает уже третий год и знает все проблемы станицы. Силами неравнодушных жителей удалось добиться строительства нескольких игровых площадок для детей, отреставрировать памятник солдатам погибших в годы Великой Отечественной войны, а также отремонтировать сельский клуб, в котором проходят все значимые мероприятия. Работа ТОСов здесь построена на взаимном сотрудничестве с администрацией сельского округа. Это как раз та самая поддержка. Это как раз те люди, которые идут в народ, так сказать, и решают, это взаимосвязь людей, которые проживают здесь в округе, с администрацией, это взаимосвязь в обе стороны, так сказать. Это ТОСы доносят то, что администрация хочет сказать и хочет сделать в свою очередь в округе. С другой стороны, от ТОСов мы получаем информацию, что хотят люди. В завершении выездного мероприятия ТОСовцы посетили малоизвестный памятник на берегу моря. Здесь в годы войны оборонялся морской десант 166-й Иркутской дивизии. Солдаты держали оборону, не давая пройти к Крыму немецким кораблям. Из 800 десантников в живых осталось всего четверо. В память о подвиге русских солдат общественники возложили цветы и почтили погибших минутой молчания. Руслан Душевский, Анапа, регион. Норматив ГТО – норма жизни. По таким девизам, 7 апреля на Театральной площади города состоялся Всемирный день здоровья, который объединил людей разных возрастов. Горожане от 8 до 80 лет приняли участие в массовом спортивном флешмобе. А после отправились на необычную экскурсию, которая состоялась в рамках Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Еще не вечер – это не название песни, а коллектив волонтеров серебряного возраста идут в ногу со временем в прямом и переносном смысле. Только это уже не утренняя гимнастика, как у Высоцкого, а флешмоб. Гимнастика, ходу в Анапе началась с пяти. Сейчас это 300 человек, 7 групп по городу. Он под силу даже кому под 80. Валентина Хиониде серебряный возраст называет вечной молодостью. У нас даже они до того отходят, говорят, мы, по-моему, как по новой на свет народились, когда вот после занятий. Выходят, такая легкость. Занятия для серебряников в Центре культуры «Родина» бесплатные. Приглашают всех желающих. А вот жителям микрорайона 3А удобнее посещать Дом культуры «Молодежина» на Крылова. Управление спорта уделяет внимание физподготовке горожан любого возраста. У нас существует серебряный возраст, такая организация, в которой для нашего поколения бесплатная гимнастика пять раз в неделю. Молодежным. Приглашаем всех жителей серебряного возраста вступать в нашу организацию. Это абсолютно бесплатно. После флэш-моба всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни». Она объединила всю Россию. Экскурсионный проект проходит по особому маршруту. От театральной площади по скверу имени генерала фельдмаршала, главнокомандующего русской армии Ивана Гудовича. Анапский маяк – свидетель Великой Отечественной войны. В этом году 110 лет, как он начал работать. Остановка на высоком берегу «Белые лебеди». Объект культурного наследия Кубани. В 1943 году здесь размещался штаб Анапской военно-морской базы. Да и сама обновленная набережная с новыми светильниками в форме кораблика и уличными тренажерами – объект притяжения для миллионов туристов из всей России. Люди старшего поколения, молодежь, прошли по нашему чудесному городу, по тем маршрутам, которые сегодня уже являются пешеходным теренкуром. И мы рады, что имеем такую возможность круглый год пройтись, оздоровиться. Это был пилотный проект. Серебряные волонтеры обещают, что очередные 10 тысяч шагов к жизни совершат 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Фотоконкурс «Природа в объективе» стартовал на Кубани. Основные его задачи – поддержать уникальные заповедники и повысить общий уровень экологической культуры. Проводится он по инициативе государственного учреждения управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края. Принять участие в конкурсе могут все желающие. В конкурсе несколько номинаций. Для фотографов – заповедные уголки по страницам Красной книги. Для авторов – рисунков «Природа глазами человека» и «Мир растений и цветов». Итоги творческого состязания будут подведены 22 ноября. Авторы лучших работ получат не только ценные призы, но и возможность представить свои рисунки и фотографии на ведущих выставочных площадках Краснодара. Все подробности на сайте управления в разделе «Конкурсы» или по телефону, который вы видите сейчас на своих экранах. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. На этом я с вами прощаю. Всего самого доброго. Весенний марафон «Зеленая Анапа». За последнее время высажено 900 деревьев, 12 тысяч цветов, 2 тысячи кустарников, 20 тысяч квадратных метров газонов. И это только начало. Вот так бы каждый двор вышел и посадил по одному дереву. У нас бы был город Сарба. Стань участником весеннего флешмоба. Посади свое дерево. И Анапа скажет тебе спасибо. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова